18 апреля 1902 года в Дании впервые применили дактилоскопию для опознания преступника, а через полгода в Великобритании отпечатки с места преступления использовали как доказательство вины подозреваемого. Дактилоскопия позволяет идентифицировать личность по отпечаткам пальцев. Метод основан на уникальном рисунке кожи, который не меняется в течение всей жизни. Основу метода заложил англичанин Уильям Гершель. Будучи полицейским чиновником в Индии, он после долгих исследований заявил, что популярный рисунок ладони человека остается неизменным в течение жизни. В последующие десятилетия дактилоскопические методы вводились в практику разных стран. Это позволяло раскрывать дела, которые ранее считались бесперспективными, например, преступления, совершенные без свидетелей. Теперь снятие отпечатков пальцев, их поиск, сравнение – это обыденная криминалистическая процедура. Сегодня все страны имеют электронные базы отпечатков, и использование дактилоскопии значительно расширилось. Помимо криминалистики, отпечатки пальцев применяются во многих сферах. С их помощью верифицируют личность, открывают сейфы, получают доступ к данным на телефоне, ноутбуке и другое. Кроме того, отпечатки пальцев могут рассказать о характере, талантах, здоровье и интеллекте человека. Вот самые интересные факты о дактилоскопии. Узоры на кончиках пальцев формируются во время внутриутробного развития. Формы образующихся линий получаются индивидуальными, уникальные отпечатки пальцев имеют даже близнецы. Есть люди, лишенные отпечатков пальцев с рождения. К 2011 году ученые нашли 4 семьи, члены которых имеют мутацию одного из генов. Именно она не позволяет формироваться отпечатком на эмбриональной стадии. По популярным рисункам на ладонях можно диагностировать многие наследственные заболевания. Некоторые ученые утверждают, что по узорам на кожи можно предположить, какими моральными и волевыми качествами обладает человек и даже в какой профессии его ждет успех. Рисунок кожи на пальцах сохраняется всю жизнь. Вероятность, что отпечатки людей совпадут, составляет 1 на 64 миллиарда. Отпечатки пальцев правой и левой руки не имеют ничего общего. Устойчивость узора кожи не страдает от травм и ожогов. Заживая молодая кожа в точности повторяет прежний узор. По рисунку кожи можно приблизительно определить возраст человека. Бороздки на пальцах обезьян расположены параллельно друг другу и практически идентичны. Это опровергает теорию Дарвина о происхождении человека от обезьяны.